Нетуберкулезная микобактериоза Нетуберкулезная микобактерия Практическая важность Как клиническая проблема Она обозначилась В течение первых лет Эпидемии ВИЧ-инфекции Когда значительное число Пациентов умерло От генерализованной макинфекции Кроме того, почти одновременно В экономически развитых странах Отмечается неуклонный рост Заболеваемости Нетуберкулезными микобактериозами По данным нашего центра Мы видим на этом графике Что частота обнаружения Нетуберкулезных микобактерий В городе Москве За период с 6 по 13 год Она неуклонно нарастает В чем причина роста заболеваемости Нетуберкулезных микобактериозов Ну, прежде всего Это связано с улучшением методов диагностики Безусловно Затем это увеличение числа больных С иммунодефицитными состояниями Как первичными, так и вторичными И это рост числа людей С хроническими, неспецифическими заболеваниями легких Прежде всего, это хроническая Абструктивная болезнь легких Бронхоектазы, кистозный фиброз Некоторые профессиональные заболевания В настоящее время установлено Что нетуберкулезные микобактериозы Расцениваются как неконтагиозное заболевание Что, собственно, отличает их От туберкулеза классического При котором пациент должен находиться В специализированном стационаре Изолироваться Проводить различные санитарные Эпидемиологические мероприятия Считается, что больной туберкулезом Он не представляет опасности для окружающих Поэтому он может лечиться И в обычных стационарах И что эти микобактерии Не передаются от человека к человеку Их естественным резервуаром В природе являются почва И вода Какие же клинические аспекты Этих заболеваний? Чаще они встречаются У лиц старше 50 лет В отличие от туберкулеза Чаще это все-таки 20-30 лет И это лица, которые имеют Предшествующие деструктивные Либо абструктивные поражения легких Лимфонгоиты Выявляются чаще у детей В возрасте от 1,5 до 10 лет И как правило поражаются Подчелюстные и околоушные Лимфатические узлы Быстро растущие микобактерии Они могут быть причиной Раневой инфекции После операционных осложнений При трансплантации органов В перитониальном диализе И, конечно, иммунодефицитные состояния Как первичные, как и вторичные При этих процессах Возможно развитие Диссиминированных форм Микобактериозов Нетуберкулезные микобактериозы Которые способны вызвать Заболевания легких Их немного Чаще всего это, конечно, Микобактерии авиум Микобактерии канза, сексенопи И фортуитум Хотя известно более 150 видов Нетуберкулезных микобактериозов Они делятся на медленно растущие Быстро растущие Но, как правило, именно вот эти 5 разновидностей Микобактериозов Вызывают Поражение легких Какие клинические аспекты Легочных микобактериозов Прежде всего Это заболевание протекает Под видом острого Респираторного заболевания Либо обострение хронического Неспецифического процесса в легких При этом Одним из первых симптомов Лего заболевания Может дебютировать Кровохаркани В 70% случаев Микобактериозы Выявляются случайно При флюорографическом исследовании Если говорить о хронических формах То они протекают Со скудной симптоматикой И рентгенологические Чаще имеют вид Либо хронического бронхита С бронхоэктазами Либо вид Туберкулезного поражения Клиникорентгенологическими критериями Легочных микобактериозов Является прежде всего Это наличие заболеваний легких То есть респираторные симптомы Наличие полостных изменений Либо очаговых При рентгенологическом исследовании И при компьютерной томографии Лучше выявляется бронхоэктатическое поражение легких Ну и конечно Обоснованным образом Должны быть исключены другие диагнозы Но поскольку мы говорим Об инфекционном процессе То вот в этой диагностической пирамиде При любом инфекционном процессе Конечно состоит Это идентификация возбудителя Можно получить кислотоустойчивые микобактерии При отрицательной реакции ПЦР ДНК микобактерии туберкулеза Дальше проводится Сеется на среды специальные И проводится уже типирование Идентификация возбудителя Определяется его устойчивость Поэтому, чтобы мы сейчас не говорили С точки зрения лучевой диагностики Туберкулез ли это или что-то другое Любой инфекционный процесс Самое главное на вершине Это получение определения возбудителя Если говорить о лучевой диагностике Нетуберкулезных микобактериозов То сначала, конечно Это имело вид Отдельных клинических наблюдений И первое такое наблюдение Относится к 59-му году Где авторы приходят к выводу Что рентгенологические, клинические признаки Тех изменений, которые вызываются Вот этими организмами Они неотличимы от туберкулезных В процессе наблюдения За такими больными Конечно, приобретали опыт И уже пытались систематизировать Анализировались эту картину Пытались систематизировать Как-то свое знание И в настоящее время Выделяют пять Пять таких вариантов Клинико-рентгенологических Проявлений легочных микобактериозов Это полостная классическая форма Бронхоэктотическая Неклассическая форма, как она определяется в литературе Очаговое и округлое образование в легких При отсутствии клинических данных Нетуберкулезная инфекция у иммунодефицитных пациентов И развитие этой инфекции при нарушении глотания Давайте посмотрим каждую из этих форм Полостная форма легочных микобактериозов Развивается, как правило, у пожилых мужчин Которые страдают хроническо-абструктивной болезнью легких Бронхитом и пневмосклерозом Их клинические рентгенологические проявления Неотличимы от туберкулезного процесса И поэтому, конечно, и в интересах больного и окружающих Первое, что ставится, это туберкулез Пациент госпитализируется в специализированный стационар Там дифференциально-диагностическое отделение И дальше уже начинается обследование И установление точного диагноза Но в ряде наблюдений было показано, что клинические рентгенологические проявления Прогрессируют более медленно, чем при туберкулезе Наиболее частыми возбудителями такой формы микобактериозов Являются микобактерии авиум-комплекс, канзаси, в меньшей степени ксенопи и абсцессус Рентгенологические признаки, полостная форма, ведущая синдром Это будет воздушная полость С различной степенью перекавитарной инфильтрации И наличием эндобронхиальных очагов абсцесса И уже в процессе, так сказать, заболевания Это развитие склеротических изменений, плевральных наслоений Нехарактерна нижнедалевая локализация полости Вот бывает же туберкулез в нижних долях Это тоже нечастая локализация, но это встречается А вот при микобактериозах нижнедалевая локализация не характерна Выпад плевральной и лимфоденопатии встречаются крайне редко Ну вот одно из таких крупных исследований Посвященных полостной форме Это было описано в 1978 году Где практически за 20 лет наблюдения Было собрано 187 доказанных случаев Микобактериозы только в Канзасе И здесь как раз показано процентное распределение Мы видим, что полости локализуются в верхних долях чаще Это треть пациентов Это верхняя доля правого легкого И с течением времени там формируются По участке паренхематозной интерстициального фиброза Выражены плевральные наслоения При компьютерной томографии, безусловно, лучше выявляются Эти изменения можно уже охарактеризовать стенку Считается, что тоже в ряде исследований Что при микобактериозах стенка тоньше Чем при туберкулезной Истинной туберкулезной ковырне Но какая бы она ни была И какие бы ни были размеры этой полости Все-таки вот важно Это вот верхняя долевая локализация При морфологическом исследовании Которые проводились тоже в нашем центре Мы видим, что не отличаются морфологические стенка Микобактериозные, туберкулезные ковырны Имеется та же лейкоцитарная инфильтрация Козоозные массы И оксидативная реакция в легком Безусловно, при всех полостных формах Существует эндобронхиальный отсев Как правило, это проявляется в виде Очагов бронхогенного отсева Центрилобулярных очагов Размерами от 5 до 1,5 см Достаточно четко очерченных Потому что стенка является бронхи В виде таких игрок И у-образных уплотнений Вторая форма Так что вот эта первая полостная форма Она практически не отличается От туберкулеза Вторая бронхоэктотическая форма Чаще наблюдается у пожилых женщин Без предрасполагающих факторов Не курящих Наиболее частым возбудителем Является микобактерия авиомкомплекс Клиническая картина Характеризуется длительным Упорным хроническим течением То есть она проходит под маской Хронического бронхита С такими рецидивами Ремиссиями изменения преобладают В средней доле язычковых сегментах Что не совсем характерно Для классической бронхоэктотической болезни Когда там это задние сегменты Заднебазальные сегменты Но может встречаться и локализация В других отделах легких Нехарактерны такие проявления Как деструкция, симптом матового стекла Ателектазы, объемное уменьшение Лимфоденопатия При обзорном рентгенологическом исследовании Определяется тяжистое, тяжистое, ячеистая Деформация легочного рисунка С наличием очагово подобных теней Которые обусловлены заполненными Бронхоэбранхиолоэктазами И среднюю интенсивность Имеет локализация средней доли Здесь очень хорошо представлена Типичная локализация Средняя долевая Наличие сближенных Деформированных бронхов Цилиндрически расширенных И с признаками хронического Перебронхиального воспалительного процесса Бронхоэктазы могут быть заполнены Содержимым частично или полностью И это может, я уже говорила, рентгенологически Создавать картину очагово-подобных уплотнений При компьютерной томографии Конечно, это сразу узнаваемо Что это заполненные бронхи И когда бронхи заполнены То, конечно, возникает различная степень Вентиляционных нарушений вокруг этого Это зоны гиповентиляции Либо гиперинфляции Но и с течением процесса Возникает рецидивирующее постоянное течение Оно приводит к развитию Выраженного пневмосклероза И бронхоэктатической трансформации Этих сегментов Поэтому важно, конечно, что таких пациентов Особенно пациенток Обследовать на нетуберкулезную Микобактериальную инфекцию Потому что причиной может быть именно она В настоящее время предложена Очень интересная схема Формирования бронхи эктазов Во-первых, процесс Садится ли микобактериоз Уже на существующей бронхи эктазы Или он является причиной Формирования бронхи эктазов Это дискутируется И вот одна из таких схем Предложена, как именно формируются Бронхи эктазы При микобактериальной инфекции Сначала мы видим Идет уплотнение стенок Потом формируется так называемая Бронхонодулярная бронхи эктатическая Такая очагово-подобная Бронхи эктатическая форма То есть это заполненный бронхи эктаз И потом классический Постепенно очищается И превращается уже В такой узнаваемый бронхи эктаз Вот причиной этого является Наличие пан-бронхита И дистальнее этого уровня Формируется бронхи эктатическая Трансформация Здесь вот как раз Очень хорошо приведен пример Молодой девушке 18 лет По-моему, ей сейчас уже 19 Она лечится Диагноз у нее установлен Вот хилоны И она лечится И мы видим, как вот этот бронхи эктаз Играет Да, он то заполнен Потом вроде бы как он очистился Имеет вид такой Теннисной ракетки типичной И потом опять Имеется утолщение стенок И наличие Немногочисленных очагов Вокруг В исследованиях Которые были Посвящены Особенностям Вот этой вот Бронхи эктатической Трансформации Есть ли она какая-то При микобактериозах Что можно выделить Ну, во-первых При сравнении Компьютерной томографии Нетуберкулезных И туберкулезных Туберкулеза Собственно У пациентов С кислотоустойчивыми Микобактериями Вот для микобактериоза Характерно Именно наличие Бронхи эктазов При сравнении Кислотоустойчивого Лекарственноустойчивого Туберкулеза И нетуберкулезного Микобактериоза Выявлено Что для микобактериозов Характерно поражение Средней доли Язычковых сегментов В то время Как для туберкулеза Шестой сегмент И все-таки Первый и второй При сравнении С бронхи эктатической Болезнью При последней Распространенность Бронхи эктазов Она была более Обширная Чем при нетуберкулезных Микобактериозах А вот тип бронхи эктазов И при той И при другой Патологии Достоверно Не отличался Вот в этой Бронхи эктатической Форме Был выделен Так называемый Синдром Леди Вандермеры Это же Как правило Женщины старше 60 лет Это относится К тем женщинам Которые Подавляют Кошлевой рефлекс Тем самым Это приводит К нарушению Дренажной функции Легких И развитию Бронхи эктазов И вот уже считается Что на эти Бронхи эктазы Присоединяется Микобактериальная инфекция Это женщина Старше 60 лет Со сколиозом Воронкообразной Деформации Грудной клетки То есть С таким элементом Дисплазии Соединительной ткани При отсутствии Тяжелых Кардиореспираторных Заболеваний Длительно Кашлящие И не курящие Вот типичный Пример Таких пациентов Это пациентка 61 года Мы видим Бочкообразную Грудную клетку Углубление кифоза Наличие остеопороза И локализацию Изменений Как раз Вот В средней доле И язычковых Сегментах Ну и собственно Вот это вот типичная Бронхи эктазическая Трансформация Этих сегментов И наличие Конечно Еще Очаговых Изменений Там могут Быстрее Встречаться И включение Кальция В других Сегментах Легких Так что Конечно Таким пациентам Особенно Вот Женщинам В возрасте И с наличием Таких изменений В легких Их Необходимо Обследовать На Микобактериоз Следующий вариант Это одиночные очаги Или округлообразование В легком Это страшно Сонорентгенолога Потому что Редко Когда Особенно Если небольшие Размеры Удаются Высказаться В пользу Этологического Фактора Этих изменений Так вот Одним из них Может быть Микобактериоз Как правило Эти изменения Выявляются Случайно При профилактическом Обследовании И вот Замечательном Исследовании 82-го года На резерцированных На операционном Материале Было получено Округлообразование В легком 18 пациентов Было Оперировали Конечно По поводу Периферического Рака Но Была найдена Гранулема Различной степени Некроза Но Может быть Туберкулом Нет Это оказалось Микобактериома В 16 случаях Это микобактерия Авиамкомплекс Ну вот Случай Наши Нашей клиники Мужчина 48 лет Тоже Округлообразование Выявлено При профилактическом Обследовании Предварительно Диагноз Туберкулом Там Диазский тест Был положительный И Так этот Диагноз В общем И после Операции Звучал И макро И микроскопическая Картина Была Туберкулом Легкий И только Уже При Посеве Материала Операционного Была Выделена Микобактерия Фортуитом И диагноз Сразу Стал Звучать Немножко По-другому И все Эпидемиологические Мероприятия Относительно Этого пациента Так же Как и лечение Одиночные Очаги В легком Округлообразовании В какой-то Степени Могут быть Распознаны С помощью Позитронной Эмиссионной Томографии Совмещенной С компьютерной Томографией Поскольку Это воспаление То там Естественно Будет происходить Накопление 18-тордезоксиглюкозы Но считается Что в меньшей Степени Чем при Раке И туберкулезе Но в общем-то Эта диагностика Не совсем Такая Не то что Достоверная Но такая Сомнительная Я бы даже сказала Потому что И при раке И при туберкулезе Тоже будет идти Накопление В работе В конце 90-х годов Было Показано 20 случаев Быстро Прогрессирующих Микобактериозов Которые Развились у пациентов С нарушением Моторики Пищевода Это Холозия Грыжа Пищеводного Отверстия Диафрагмы Нарушение После инсультов Болезни Паркинсона Наиболее Частыми Возбудителями Велись Микобактерии Фортуиты Махелоны Клиническая Картина Была очень яркая Это лихорадка Ночные поты То есть Это Смитом Воспалительной Реакции Кровохарка Неодышка И рентгенологически Определялись Изменения Схожие С Аспирационной Пневмонией Это одно Двустороннее Уплотнение Участки Консолидации Альвеолярного Типа Так что Вот такое Упорное Течение Аспирационной Пневмонии У пациентов С нарушением Глотания Оно может быть Обусловлено И нетуберкулезными Микобактериями Нетуберкулезные Микобактериальные Инфекции У пациентов С вторичными Иммунодефицитами Рентгенологические Проявления Разнообразные Диагноз Устанавливается Конечно На основании Выделения Культуры Микобактерий Из мокроты Или бронхиального Смыл Вот совсем Недавний случай Нашей клиники Это женщина 57 лет Длительно Страдающая Системной Склеродермией И мы видим Что уже у нее признаки Легочного фиброза По типу Неспецифической Интерсоциальной Пневмонии С наличием Тракционных Бронхоэктазов И при очередном Исследовании Появились изменения Первый и второй Сегмент Фокусы С распадом С включением Кальция В мокроте Кум плюс И вот уже При идентификации Возбудителя Получены Микобактерии Авиам Комплекс У больных ВИЧ-инфекции Это конечно Особая Такая проблема Если У больных ВИЧ-инфекции К этим пациентам Нужно подходить С точки зрения Их иммунного Статуса Если Это период Компенсации Клеточного иммунитета Либо если Это нормальный Иммунитет На фоне Антиретровирусной Терапии То у них Развиваются Патологии Такая же Как у нормальной Туберкулез Те же вторичные Формы И микобактериоз Разных видов С такой же Частотой Как и в популяции В целом А вот Истинно Оппортунистическим И спид Опосредованным Заболеванием Является Микобактериоз Вызванный Микобактерией Авиум Комплекс И эта Инфекция Развивается При тяжелом Иммунодефиците Когда уровень Сидит 4 Меньше 100 Как правило Меньше 50 Клеток Источником Инфекции Считается Желудочно-кишечный Тракт У этих пациентов И действительно Мы видим Они попадают Именно С патологией Абдоминальной Это абдоминальная Боль Диарея И В сочетании С симптомами Системного воспаления Лихорадка Потери аппетита Снижение веса При осмотре Выявляется Увеличение Лимфатических Узлов При ультразвуке Брюшной полости Гепатоспленомегалия И диагноз Устанавливается На основе Выделение культур Из различного Материала Этих пациентов Нужно брать Все И все Конечно Смотреть Это мокрота Кал Моча И так далее Плевральная Жидкость При рентгенологическом Исследовании Если говорить Если говорить О изменении Вот При отсутствии Каких-либо Увеличение 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 культуры Конечно Диагностика Диагностика Легочных Микобактериозов Становится Важной Клинической Проблемой В тезиопульмонологии Рентгенологические Проявления Многообразные Можно обсуждать Вот эти две формы Полостную Ничем не отличима От туберкулеза И бронхоэктатическую Немножко С нетипичной Локализацией Бронхоэктазов Чаще встречающуюся У женщин И диагностика Этого состояния Конечно Это мультидисциплинарный Подход Надо помнить о том Что такие болезни существуют И конечно Взаимодействие Врачей Различных специальностей Для обследования И подтверждения диагноза Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ